Решение проблем в сфере экологии – это сдача не только промышленности и науки, но и сферы ответственности каждого из нас. Все мы хотим жить в экологически благополучной стране, и для этого нужно приложить немалые усилия. Время требует все большей заботы об окружающей нас среде. Как же сберечь природные богатства и даже приумножить их? Все это вполне по силам славянцам. Нужно только осознавать всю меру опасности от пренебрежения экологическими нормами и меру своей личной ответственности. Просветительский характер первого городского экологического фестиваля «Экостарт», который прошел в парке около кафе «Красная шапочка», очевиден и необходим. Главная цель этого фестиваля – это экологическое просвещение. То, что сейчас происходит с нашим миром, это страшно. То есть у нас мир потребления. Мусор не уменьшается, с каждым годом он увеличивается. В нашем фестивале мы расскажем, как все можно сделать, его сократить на местном нашем уровне. Наше сообщество «Твердая рука и доброе сердце» называется «Добро СНК». Это коалиция разных людей с активной гражданской позиции, экологических активистов, тот, кто занимается благотворительностью. То есть это не только экология, это понятие растяжимое, это еще и благотворительность. Мы помогаем деткам. И приюту для животных тоже. И как-то мы стараемся это все соединить между собой. В рамках фестиваля проводились экологические лекции и мастер-классы для детей. Причем не забывали и о детях с ограничениями по здоровью. Организуя хорошие мероприятия, есть желание сделать город добрее и светлее. Принимают участие самые, на мой взгляд, потрясающие люди, которые могут быть в нашем городе. Это не только мы, пятеро девчонок сообщества. Это йоги нашего города, девочки. Это учителя. То есть это представитель Красного Креста, которого вы здесь видите. Это студенты, которые сами пришли добровольно, которые заинтересованы, чтобы все было классно. Эколого-благотворительная акция «Той Кроссинг» – обмен детских игрушек. Важная часть экологического воспитания. «Той Кроссинг» – это мероприятие по обмену, чтобы люди не покупали новые игрушки, а могли обменять их. И таким образом удовлетворяется и потребность ребенка что-то новое купить. И в то же время это сокращается след, экологический след пагубный. То есть для этого он и придуман. И детишки могут развить свои предпринимательские способности, пообщаться. Ну вон, собственно говоря, уже пошло. То есть для этого он и существует. В других больших городах это уже норма. В «Той Кроссинге» приняли активное участие воспитатели и воспитанники детских садов. Давно и тесно сотрудничаем с нашим волонтерским городским обществом. И поэтому в этот раз мы тоже, конечно, не смогли остаться в стороне. Вместе с детьми из нашего сада пришли на ярмарку игрушек, где можно обменять или продать игрушки. И дети с удовольствием принимают участие. Торговля идет бойко. Цены очень демократичные от 5 до 100 рублей. Для того, чтобы популяризировать экологические подходы к сохранению природы, активисты и волонтеры старались хорошо донести свои мысли до славянцев. Я очень рада принять участие в первом экологическом фестивале в нашем городе. Это великолепное мероприятие. Я рада, что оно происходит у нас и что наш город задался вопросом экологичности и разумного потребления. У нас на фестивале существует несколько определенных зон. У нас есть зона той-кроссинга. Это зона обмена игрушками. В ней участвуют наши замечательные детки. Существует своп-зона. Своп-зона – это обмен аксессуарами, которые больше не приносят людям радости и удовольствия. Можно их обменять и взять бесплатно. А также у нас есть лотерея благотворительная. Деньги с этой лотереи пойдут в приют для наших домашних животных. И есть анимационная зона и даже фотозона. Управление по делам молодежи всемирно содействовало проведению первого городского экологического фестиваля «Экостарт», как и другим благородным акциям. Управление по делам молодежи и молодежь нашего города и Славянского района всегда откликается на инициативы сообщества «Твёрдая рука и доброе сердце». Мы проводим очень много совместных акций. И действительно такое уникальное первое мероприятие – экологический фестиваль «Экостарт». Естественно, мы тоже поддерживаем. Потому что очень важно показать жителям нашего района, как важно сегодня сохранять нашу экологию для нас и для нашего будущего поколения. Ярмарка «Эко-мастеров» предоставила прекрасную возможность и для демонстрации их работ, и для пропаганды передового опыта по работе с материалами. Я работаю с фарфором, деревом, преимущественно липой. Очень люблю эти материалы, которые тепло отдают свое рукам художника. И, в принципе, они благодарны. Очень хорошо рисовать на них приятные рисунки получаются. Я только за экологию уже давным-давно стараюсь и детей своих приучать. Это мой внучек. Потому что это для нашей планеты, для нашего маленького города – это очень важный вопрос. Кожа бывает абсолютно разного направления, разного качества, разного дубления. Под каждое изделие идет отдельная кожа, отдельный вид кожи. Допустим, под рисование – один вид кожи, под тиснение – другой, под еще какие-то вещи. Бывает грубое, мягкое. То есть тут направление – это как… Действительно, мы как художники вылепливаем из нее всяческие изделия. Поэтому с кожей работать – это очень приятно. И тут с кожей открывается множество вариантов, множество возможностей, как сказать, творить из нее. В программе фестиваля, который продолжался пять дней, множество интересных, важных и нужных мероприятий. Анимационная программа, веселые старты, эко-лекции, эко-сказки, экологические акции по уборке города, а также по приему вторсырья и сортировке мусора в домашних условиях. Во время каждого из тематических дней освещались различные сферы экологического образа жизни. Все это дало возможность еще раз задуматься о важности бережного отношения к природе, научиться ценить и беречь мир, в котором мы живем. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Спасибо.